Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Для людей, которые живут вне церкви, а таких много в нашей стране, самый главный день — это Новый год. Что-то в новогоднюю ночь случится, придет Новый год и, может быть, принесет что-то новое. А для христиан Новый год — это Пасха, это действительно начало Нового года, предчувствие жизни будущего века. Это день для нас — исполнение и трудов Великого Поста, и нашего покаяния, и чего-то, что мы в себе должны были исправить и поменять. Радость и свет этого дня очень надолго может наполнить каждого из нас настоящими жизненными силами, которых нам так часто не хватает. Но всякий раз возникает вопрос, как удержать эту радость, которая наполняла нас в пасхальную ночь? Как удержать Пасху? Об этом размышляет протеерей Алексей Уминский в книге, которая так и называется «Удержать Пасху. Воскресное евангельское чтение всего года». Протеерей Алексей Уминский является настоятелем храма живоначальной Троицы в Хохлах. Троицкий храм отец Алексей вместе со своими прихожанами возрождал буквально из руин. Приход храма представляет собой по-настоящему живую, сплоченную христианскую общину. Отец Алексей несколько лет работал директором Свято-Владимирской гимназии, затем стал ее духовником и преподавателем закона Божия. Является автором многочисленных публикаций, книг и статей по нравственному богословию и православной педагогике. В книге «Удержать Пасху» священник на протяжении всего церковного года размышляет на евангельские чтения воскресного дня. И эти размышления издательство «Никея» предлагает широкому кругу читателей. «Христос в воскресе!» — обращается автор к нам со страниц этой книги. «Мы, — говорит он, — привыкли встречать друг друга главным в нашей жизни приветствием. Что же значит это воскресение для каждого из нас? Очевидно, что в нём центр нашего христианского исповедания, потому что сущность нашей веры заключена в том, что Христос воскрес. Об этом всё наше церковное учение и священное предание. Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то мы несчастнее всех людей на земле, потому что тогда наша вера не имеет никакого смысла. И каждый год стремишься к тому, чтобы встретить Пасху, которая как солнце пронзит и просветит тебя изнутри. И потом как можно дольше с ней прожить, как можно дольше ею насладиться, удержать её в себе подольше, не растерять, не расточить. А чтобы не терять этой пасхальной радости, по мнению отца Алексея, было бы очень правильно постараться узнать, почему мы радуемся во время Пасхи, что нас так наполняет, какие дары в этот момент в нас открываются, что случилось с нами за время поста, где мы были, из чего мы вышли сейчас, куда пришли, пробилась ли в нас жизнь Христова, как весной новые росточки пробиваются через асфальт, наступила ли настоящая духовная весна в нашей жизни. И всё это поняв, надо бы глубоко усвоить, что и как нам хранить, все силы души отдать этой радости, отдаться и до конца. Если человек научится пасхально жить, этой радости никто и никогда у него не отнимет. К слову сказать, каждое воскресенье является Малой Пасхой. И за богослужением в те воскресные дни, что следует сразу за пасхальной седмицей, мы слышим евангельские чтения, которые вновь и вновь возвращают нас к событиям воскресения Христова. Вот, например, Евангелие дня на Антипасху. Приходит Христос к своим ученикам и являет им себя во всей полноте своего богочеловеческого воплощения, который они до его воскресения не знали. Он садится с ними и пьёт вино, ест рыбу и хлеб, показывая, что он не дух, а истинный богочеловек, обладатель жизни вечной. И радость воскресения настолько захватывает учеников, что они действительно готовы делиться с другими. Но вот приходит Фома. Его ведь не было вместе с ними. Ему говорят, «Христос воскресе!» И вдруг он не верит. Почему-то слово о том, что Христос воскрес, Фоме, который знал Христа так же близко, как и все остальные апостолы, ничего не говорит. Как отвечает на этот вопрос отец Алексей, ищите в этой книге. А мы перейдём к следующей её главе. В третью неделю по Пасхе Святая Церковь празднует День праведного Иосифа, фарисея Никодима и женщин, которые остались верными Христу до последнего мгновения. Вера, как пишет автор, понятие всеобъемлющее. Его трудно определить словами, поставить какие-то рамки. С одной стороны, апостол Павел говорит, что вера — это уверенность в вещах невидимых. А с другой стороны, чтение об апостоле Фоме говорит, что апостол не мог такой веры удовлетвориться. Ему нужны были какие-то видимые знаки воскресения Христова. И Господь даёт ему эти знаки, уверяет нас в своей истинности. Он действительно каждому даёт прикоснуться к себе, доподлинно ощутить, что Он — истинный Бог, что Он воистину воскрес. Но только ли в этом заключается наша вера? Только ли в том, что мы верим, что Господь истинен, что истинная вера православная, спасительная, всепобеждающая и дающая человеку путь ко спасению? Далее автор отвечает на этот вопрос, рассматривая подвиг жен Мироносец и святых мужей Иосифа и Никодима. А вот о чём размышляет автор в четвёртую неделю по Пасхе, в неделю о расслабленном. Здесь он, в частности, отмечает следующее. «38 лет человек лежит рядом со святыней и ждёт, когда в его жизни что-то изменится. Вот и мы именно так ожидаем перемен. Вдруг вода возмутится, и всё пройдёт само собой. И слепота, и хромота, и глухота, и бессилие, и расслабление, и паралич воли. Почему мы все такие расслабленные? Проходят годы, но ничего не происходит. Не меняется. Человек так и лежит возле купели». Каждый раз с началом Великого Поста мы надеемся, но вот, наконец, что-то произойдёт, поменяется в нашей жизни. И действительно, Великим Постом в жизни многое может поменяться. Но пост проходит, и всё остаётся по-прежнему. Чем, собственно, отличается время Великого Поста? В чём существенная разница? «Да никакой разницы нет», — говорит автор. «Просто мы всё время ищем внешнего образа действия, когда что-то будет сделано помимо нас самих. Ляжешь спать гордым, а утром раз — проснёшься смиренным». Так и проходит жизнь, как в Евангелии описано. «Тридцать восемь лет человек лежит у купели и ждёт чуда». Но когда придёт Христос и спросит нас, хочешь ли ты быть здоровым, что мы ответим Ему? Задуматься об этом и предлагает нам автор. После чего переходит к рассмотрению следующего евангельского зачала, которое, как он отмечает, является центральным в период между праздниками Святой Пасхи и Пятидесятницы. Собственно говоря, оно является особым подготовительным чтением к Святому и Великому Дню Сошествию Святого Духа на апостолов. О ком и о чём рассказывает нам Евангелие в пятую неделю по Пасхе и во все следующие, далее воскресные дни, читайте в этой книге. Воскресенье — Малая Пасха. И в течение всего года за воскресной литургией Церковь и евангельским словом обращаются к сердцу каждого христианина. В книге «Удержать Пасху» размышления про Терея Алексея Уминского о важнейших евангельских текстах тоже обращены напрямую к сердцу. Яркие, образные, глубокие, эмоциональные они зовут ко Христу, требуют по-настоящему любить Его, жить пасхально, радуясь Богу и ближнему. И изо всех сил эту радость хранить. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго! Христос Воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова